духовные истины не всегда открыты всем в одинаковой степени как получается что волхвы видели знамение люди которые вокруг них нет как получается что слава божья была явлена пастухам но другие не видели это замечали люди давным-давно и даже еврейские мудрецы говорили об этом интересно что в мидраше облако или шлава божья или шахина божья или то что мы называем здесь звездой сопровождала авраама когда он вел на гору мария своего сына исака и когда сопровождающие его подошли к этой горе он оставляет их внизу потому что они не видели этих знаков он оставляет их у подножья а медраж говорит им оставшимся вы не видите и осел не видит оставайтесь оставайтесь же с ослом вы подобные ослу может быть сказано чересчур резко но по сути своей каждый кто не видит вещей происходящих в духовном мире при этом абсолютно убежден что он видит все он по своей сути по упрямству своему уподобляется ослу или ослице искренне но не истинно мы часто подменяем эти понятия когда мы думаем что наша искренность это как есть есть синоним истинности отнюдь фанатизм тоже весьма искренен хотя истинным его уже никак нельзя назвать и так было явлено они пришли волхвы поклонились пронесли свои дары кстати говоря если мы читаем книгу исаи 60 главы то написано что пронесут золото и ливану господу богу и славу господа бога возвестят естественно израильский народ знает эти стихи и естественно матфей использует это и так они приносят дары мы знаем что должно произойти дальше поэтому ангел господин поднимается уже не в первый раз обращается во сне к иосифу и говорит встань возьми младенца и матери его и беги в египет и будет там и будь там доколе не скажу тебе ибо ирод хочет искать младенца чтобы погубить его он стал взял младенца и матери его ночью и пошел в египет и там был до смерти ирода да сбудется реченное господом через пророк который говорит из египта я воззвал сына моего тогда ирод увидев себя смеянным волхвами а я хочу напомнить что волхвы не вернулись в иерусалим весьма разгневался и послал избить всех младенца в вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени который выведал от волхвов тогда сбылось реченное через пророка еремию который говорит глаз в раме слышен плач и рыдание и вопль великий рахель и рахиль русском варианте плачет о своих детях и не хочет утешиться ибо их нет мы говорили с вами уже о параноидальных склонностях ирода волхвы знали время но не знали место ирод выведывает приблизительно место но не знает времени частичное знание с той и с другой стороны приводит к частичной ну невежеству а частичное невежество в духовной сфере ведет к трагическим последствиям и младенцы в вифлееме до двух лет были уничтожены что мы знаем дальше мы знаем что иосиф берет свою семью и убегает в египет это не случайно убегает египет а самом деле вот эти вот вещи когда израиль и египет израиль и египет временное умоление для позднейшего вознесения было так с еврейским народом точно также здесь иисусом который по сути своей и представляет еврейский народ для евреев первого века им очень важно очень важно находить реминистенции реминистенции в истории еврейского народа поэтому апелляция или апеллирование которое вызывает у них в сознании совершенно определенные символы и знания это очень близко еврейскому народ ангел господин во сне является иосифу в египте и говорит встань возьми младенца и матерь его иди в землю израилеву ибо умерли искавшие души младенца он встал взял младенца и матерь его и пришел в землю израилеву услышав же что архиллай царствует в иудее вместо ирода отца своего убоялся туда идти но получив во сне откровение пошел пределы галилейской а вы знаете я вот слушаю что писание говорить о биосифе хорошо ему было вот при всем при том что тяжело вот сколько откровений он получает 1 ангел верился 2 ангел верился во сне откровение завидую завидую белой завистью человека который иногда не знает что делать как мыслить и чему учить хорошо бы себе что-то понять прежде чем идти говорить другим но это и так к слову и придя поселился в городе называемом назарет да сбудется реченное через пророков что он назареем наречется интересно что откровение которое господь дает иосифу не отбивает у него умение мыслить господь бог говорит ему иди возвращайся в израиль возвращается но он не фанатик он прекрасно понимает что умение мыслить и рассуждать и анализировать это то умение которое нам дает господь бог поэтому придя в израиль он узнает что есть определенные проблемы то бишь архиллай царствует и он решает не идти в иудеи он решает идти в назаре на самом деле две интересные два интересных момента в этой связи архиллай который при восхождении на трон убивает три тысячи евреев во многом переплюнул своего отца ирод который на самом деле тоже убивал своих родных и близких но для того вернее до того чтобы опуститься чтобы убивать своих же евреев во время праздника он никогда до этого не доходил видимо дети не просто далеко не уходят от своих родителей но во многом их превосходе в том числе и в отрицательном смысле с другой стороны это очень интересный выбор до сегодняшнего дня иерусалим соответствует представление израильтян к мисс местом или иудея где люди набираются мудрости а галилея это как бы наоборот антоним тому что человек может добиться в иудее галилеяне богаты природа обилие влаги воды озер еды и там человек может обогатиться но в то же самое время он никогда не вызовет уважение в израиле потому что истинное уважение истинное уважение в израиле достигали лишь мудрецы поэтому в данном случае иосиф перед ним стоит интересная дилемма идти со страхом с риском для жизни но учиться или предоставить своему сыну блестящее будущее в иерусалиме у ног какого-нибудь раввина как свое время это позднее было с павлом или все-таки уберечь его для последующих великих дел и уйти на север в галилею и он идет туда на север и он остается там писание горит назареем наречется об этом несколько позднее а когда ранее в двадцатом стихе умерли все искавшие души его и писание говорит подними и заберись забери ребенка и матерь его матфей начинает новый фрагмент рассказа о биографии иисуса и в этот раз медраж о котором он говорит продолжает эту тему интересно что это тема об особом попечении которую господь бог проявляет в иосифе это новая иллюстрация того как господь бог защищает своего сына пожалуй надо еще несколько моментов отметить ирод умирает и иосиф поселяется в городе который называется городом назарет в русском языке происходит некое смещение или смешение понятий когда писание говорит что он поселится в назарете и назареем наречется и сразу как бы возникает ассоциация от того что иисус был назареем да нет иисус никогда не был назареем иисус происходил вернее так как его родители он был жителем города назарета для того чтобы понять откуда вообще идет это смешение понятие на сегодняшний день нам естественно надо обратиться к еврейскому тексту прежде всего веса и 11 глава и произойдет отрасль от корня иисеева на иврите назарет это нацрат назарет нацрат мецер это есть отрасль мессианское пророчество о грядущем мессии но это еще не все естественно когда все это переводилось на греческий язык но не имело большого смысла поэтому у нас на сегодняшний день имеется путаница но интересно что на иврите например в исае 49 главе 49 главе в 6 стихе говорится и сказал он мало того что будешь рабом мне для восстановления колен и якова и для возвращения сохранившихся из израиля но сделаю тебя светом для народов чтобы простерлась спасение мое до конца земли что здесь важно дело в том что в еврейском языке слово сохранившиеся можно перевести абсолютно легитимно как и сохраняемые или хранимые мною что на иврите может быть прочитано как ноцры кстати говоря это современный перевод в еврейте слово христианин а ноцры это также на иврите и житель назарета отсюда хранимый или сохраняемый мною он приведенный назарет назареем то есть хранимым мною назовется в соответствии с исаи 49 главой и в соответствии также с исаи 11 главой нам не безразлично современная церковь и у нас есть что и предложить весь ресурс на сайте тв семинари точка ком ищите нас поисковых системах по запросу тв семинари и